Всем привет. Меня зовут Александра. Я представляю компанию 2GIS и сегодня хочу рассказать о работе с отчетностью. Я расскажу больше о подходах и методах работы, не только о каких-то конкретных вещах. Мы, в принципе, все знаем, как собирать требования, как писать истории. Я расскажу просто о наработке, которые появились у меня в течение года работы с отчетностью, какие-то лайфхаки поделюсь. Ну и, соответственно, зададите ваши вопросы, какие-то уточнения предложите. Я освещу проблемы, которые связаны с плохо построенной отчетностью, с тем, что требования были не очень качественно собраны и так далее. Расскажу, как можно это побороть и что должно получиться у вас в итоге. Ну и, как я и сказала, парочку лайфхаков. Ой, а я, наверное, могу воспользоваться кликером, да? Пардон. Некоторый спойлер. Коллеги, что для вас отчетность? Давайте подумаем. Есть идеи, что это такое? Какие-то ассоциации, может быть? Когда вы слышите? Результат деятельности, сбор данных. Что еще? Отлично. Вот это, наверное, самый суперский ответ. Но на самом деле я немножко про другое. Для меня отчетность — это вот. Вы не ошиблись, это бочки с пивом. В чем история? За свой не очень долгий опыт работы, порядка пяти лет, я побывала как системным, так и бизнес-аналитиком. И одним из самых ярких впечатлений для меня была работа бизнес-аналитиком как раз-таки на пивоваренном заводе. В чем фишка? Ну вот завод, он такой был не очень автоматизированный, не очень такой мощный. Это не Балтик, это маленький завод частный. И поэтому отчетность была бумажной в основном. Классические цеховые журналы в таких вот стопках. Что было самое классное? Ты берешь этот цеховой журнал, видишь, за смену 20 тонн. Идешь на склад и видишь, вот они 20 тонн. Вот они физические. Вот ты их можешь потрогать, пересчитать, подвигать, если тебе хватит сил. Не знаю, хоть открыть бочку и ложкой вычерпать. Вот для меня отчетность — это когда вы за цифрами видите конкретику, вы видите продукт, вы видите результаты. Вот как раз то, что коллега подсказал. Это что-то, что вам дает возможность принимать решение. Соответственно, очень волнуюсь, извините, первый раз. Я подумала о том, что мне бы хотелось видеть отчетность такую, чтобы каждый пользователь, который возьмет отчетность в руки, он испытывал примерно такие же ощущения, как я на заводе. То есть он посмотрел в цифры и увидел некую картинку перед собой, некую физическую реальность ощутил. И, соответственно, я как бы перешла в команду 2GIS, которая специализируется на разработке отчетов. Но, понятно, в любой компании существует даже очень большой, даже очень продвинутый, автоматизированный, очень классный свои проблемы с отчетностью. Вот такой коротенький топ-4. Наверное, есть больше, есть меньше, но хотя бы с одной из них вы все сталкивались, думаю. Кто сталкивался с первой проблемой? Верно. То есть, когда, например, разные команды делали отчет в разное время жизни, и какие-то поменялись методологии расчеты, под одной и той же цифрой понимаются совершенно разные вещи. Вот менеджеры продаж, кто с ними работает с отделами коммерции? Прекрасно. Сталкивались с ситуацией, что, а дайте нам побольше, покрасивше, а что там потом клиент уже придет с претензиями? Не важно. А вот это третье самое классное. Обожаю. Дайте нам все данные, а мы там сами разберемся. Как у них устроены процессы? Почему им нужны все данные? Непонятно. Бульдоги с носорогами, это вообще, по-моему, даже комментарий не требует. То есть, соответственно, вы понимаете, что у вас есть две разных метрики, они абсолютно по-разному собираются, сконструированы по-разному и показывают разный результат, но при этом пользователи приходят и спрашивают, why, почему они не сходятся? Как так происходит и что с этим делать? Происходит это чаще всего потому, что отчетность не является нашим основным продуктом. Скорее всего, большинство из вас работает в продуктовых командах, у которых разработка отчетности выглядит примерно так. Фича, 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 отчет. Фича, отчет, фича, отчет. Фича, 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 может быть отчет. Я вижу, что коллеги кивают в аудитории. Да, похоже на правду. И поэтому получается, что отчетность это немножко такая сторонняя вещь. Но подумайте сами, вы пользуетесь приложениями ваших сотовых операторов, которые показывают вам, например, график расходования интернет-трафика. Может быть, вы пользуетесь какими-то другими приложениями, которые позволяют вам контролировать расходы, что-то еще. Но если говорить, например, о сотовом операторе, у вас основная услуга — это сотовая связь. Но есть очень приятная и вкусная фича, которая тоже предоставляется операторам. Это то самое приложение, в котором вы можете контролировать ваши расходы, в котором вы можете видеть вашу статистику. Это бонус, это фича, согласитесь, приятная. Так вот, что же делать? Прежде всего я предлагаю немножко изменить подход к нашей разработке и относиться к вашей отчетности, если не к основной, но очень приятной, очень вкусной фичи вашего продукта. Я уже не говорю о том, если есть здесь люди, которые занимаются ею целенаправленно. И как фича любая, отчетность выполняет определенные задачи. Это инструмент для ваших пользователей, и, соответственно, он отвечает на какие-то их конкретные вопросы, какие-то конкретные задачи. Какие? На самом деле отчетность мы можем видеть в очень разных процессах от контроля качества до продаж, и наоборот от продаж до контроля качества, в производственных процессах, финансовых и так далее. Но есть только два класса задач, которые решают отчетность. Это оперативный контроль и принятие решений. В чем разница? Первое — это про возможность быстро взглянуть на ситуацию и понять, что не так. Или что так, и даже лучше, чем так, и отреагировать на это. Это первое. Второе — это возможность проанализировать то, что было в прошлом, посмотреть в прошлое, понять, где мы находимся сейчас, и спрогнозировать будущее, спрогнозировать или оценить какие-то перспективы. И, соответственно, сделать выводы на будущее, предпринять какие-то действия. Это важный пункт, потому что случаются вот такие казусы. Например, заказчик к вам приходит и говорит, мне нужен отчет, в котором будут вот такие-таки метрики. Я буду его использовать для того, чтобы считать премию менеджером, контролировать выполнение плана продаж и анализировать клиентов. Как так? Оперативный контроль — это вот как раз про процент выполнения плана. Это задача оперативного контроля, и пускай отчет ограничится именно этим. Две другие задачи — премирование ваших менеджеров и анализ клиентов — это совершенно другие вещи, и для них понадобятся другие инструменты. Соответственно, когда вам заказчик приходит с такой задачей, постарайтесь его убедить, что в одном отчете для оперативного контроля должны быть метрики только одного процесса. Второй нюанс, который часто возникает, — это когда приходит заказчик и говорит, у меня менеджеры не вносят сделки в ЦРМ. Я хочу отчет, который позволит мне штрафовать их за это. Случалась такая ситуация? Были у кого-то такие запросы? Были. Да, это абсолютно реальная ситуация, очень неприятная, некрасивая, потому что вам как-то стрёмно, ну, вы сейчас сделаете отчет, а на его основе людей просто премии решат. Учет. Здесь задача стоит учета, то есть факт фиксирования сделки в ЦРМе — это задача учета, и не надо путать ее с отчетностью. Даже если вы сделаете этот отчет, даже если у вас там пару-тройку менеджеров оштрафуют, ситуация не поменяется. Имейте это в виду, и когда к вам такой заказчик приходит, постарайтесь с ним все-таки договориться на какие-то другие решения. Следующее — это пользователи отчета. И здесь я хочу говорить не о том, какой список ролей имеет доступ к вашему отчету, а скорее о взаимодействии пользователей с отчета и, опять же-таки, их задачах. Вот такие есть два персонажа. Все понимают, кого они обозначают, да? Слева директора, справа менеджер по продажам. Да, я просто такую ремарку, наверное, упустила. Я работаю в подразделении, которое обеспечивает коммерческий департамент продуктами внутренними. Соответственно, у меня очень много примеров из продаж, если что. Кто считает, что между директором и менеджером больше общего? Поднимите руку. Чем различий? Нет таких? Практически нет, да, пара человек. Кто считает, что между ними есть только различия и нет ничего общего? А все остальные, видимо, считают, что есть баланс, правильно? Да, действительно, смотрите. С различиями здесь очевидно. Разные роли, разная иерархия — это, соответственно, разные задачи у людей. У директора управлять, у менеджера продавать. Ну и отчетность будет у них разная. Тут все просто. А вот, ну, когда к вам приходит заказчик опять-таки с просьбой, у меня вот есть потребность такая, давайте мы сделаем отчет, и доступ к этому отчету получит топ-менеджер, такой-то, такой-то менеджер, ну и там вот линейные специалисты. Это повод насторожиться, потому что, скорее всего, с требованиями что-то не так. Этим отчетом в итоге никто не будет пользоваться. Ни топ-менеджер, ни обычный менеджер. Нужно разделять отчеты для разных ролей в компании. Но есть здесь одно «но», которое их объединяет. Это интересная такая штука. Во-первых, важно помнить, что менеджеры всегда в полях, а директора всегда на совещаниях. То есть ваши штабеля цифр, которые вы выдадите, 100-500 колонок, ни тот, ни другой читать не будет. И для тех и для других пользователей необходимо делать отчетность, которая будет лаконичной, краткой, красивой. Чем меньше цифр, тем лучше. Как ни странно. Есть одно еще исключение из этой ситуации, когда действительно можно сказать, что пользователями отчетов являются абсолютно все, от топ-менеджера до линейного специалиста. В нашей компании это называется трастовые данные. Это такие общие верхнеуровневые показатели эффективности компании, эффективности нашего продукта, которые действительно могут быть использованы абсолютно в разных целях и разными пользователями. Пример такой метрики – это аудитория нашего продукта. Менеджер приходит к клиенту и говорит, у нас классный продукт, вот такая аудитория, потенциально это ваш охват рекламный. Руководитель отдела разработки смотрит аудиторию продукта и говорит, мы классно поработали, у нас аудитория растет. Или что-то мы не так сделали, какая-то фича не удалась, а соответственно аудитория падает. Разные использования, но цифры действительно будут одни и те же. И третий нюанс, вспоминая пример с приложениями сотовых операторов, это клиенты. То есть наши пользователи тоже, вернее, наши клиенты тоже могут быть нашими пользователями. Соответственно, здесь какой момент. Эти люди, они находятся вне вашей компании, то есть они не в курсе внутренней кухни, которая происходит, и для них отчетность придется переводить на человеческий язык, скорее всего. То есть личные комбиненты, какие-то приложения, они, скорее всего, будут как-то, будет какой-то маппинг с нормального языка на клиентский, скажем так. Когда вы создаете отчетность, есть такая боль, особенно если вы работаете с финансовыми или с бухгалтерским департаментом, на слайде представлено, это когда баланс на копейку не сходится, и все очень плохо и грустно. Но это если речь идет о бухгалтерах. Если речь идет о топ-менеджерах, то здесь важно понимать, что таким людям не критичны какие-то неточности в расчетах. Вы можете допускать достаточно большие, скажем так, вы можете делать достаточно большие допущения в ваших расчетах, в сборе метрик. Важно, чтобы они корректно показывали тренд. То есть если к вам приходит топ-менеджер и говорит, мне, пожалуйста, по-быстрому накидай, чтобы я увидел тут плюс или минус, а вы говорите, о, боже мой, нет, так же неправильно, тут же у нас будет отклонение 5%. Ерунда. Важно, чтобы ваш тренд говорил правду, вверх или вниз. Мой простой лайфхак, который я применяю для того, чтобы собрать требования к отчетности, одна метрика, один use case. Это, опять же, про использование отчетности. Чтобы не делать лишних 100-500 колонок, которые никто никогда в жизни не будет читать, попросите ваших заказчиков рассказать конкретные варианты использования вот этих цифр. Классно работает с менеджерами продаж, между прочим. И в итоге мы из 28 колонок оставляем только 7. Если у вас в use case чуть больше метрик используется, чем одна, но это тоже корректный случай, можно применять. И такой небольшой чек-лист для подытоживания, то есть пробежаться по нему и транспонировать это все в какой-то формат требований очень удобно. Можно с ним просто приходить к заказчику и заполнять попунктно в качестве интервью листа. Когда вы разобрались, какие у вас есть задачи и пользователи, переходим к тому, что у вас может получиться. Я буду показывать на примере наших продуктов внутренних. Первый вариант — это некий дашборд, панель индикаторов. Называться это может по-разному. В чем суть? Это перечень некоторых метрик ключевых, которые показывают отклонение от нормальности процессов. То есть помните, мы говорили о том, что у нас есть две задачи — оперативный контроль и принятие решения. Так вот это про оперативный контроль. Здесь представлен интерфейс CRM, в котором вы видите, что зелененьким подсвечен прирост каких-то показателей клиента. И, соответственно, менеджер может сделать вывод. Ага, здесь все классно, я не буду лишний раз беспокоить клиента, или, наоборот, я позвоню, поздравлю его с отличными показателями, предложу какую-нибудь, может быть, еще доп. услугу подключить. Или, наоборот, здесь подкрашено красным, и менеджер звонит, говорит, давайте, давайте скорее что-нибудь делать, давайте накручивать вам клики, давайте будем покупать дополнительные пакеты. То есть это инструмент для оперативного принятия решений. Причем на абсолютно разных уровнях. Он может использоваться, вот как раз о чем я говорила, как менеджерами, так и директорами. То есть он годится для совершенно разного уровня людей. Чтобы его сделать, необходимо понять список ключевых индикаторов. Их должно быть не очень много, но это 5-7 штук. Критерии нормы, то есть банально, чтобы раскрасить в зеленый, красный ваши индикаторы. Их очень удобно интегрировать в рабочую среду. То есть то, что я показывал, это интерфейс SRM, чтобы пользователь не отвлекался от своих каких-то рабочих процессов. Если вы понимаете, что этой информации недостаточно, все-таки есть кейсы, когда потребуется детализация, сделайте лучше кнопку детализация, расшифровка. Но не перегружайте ваш интерфейс слишком большим количеством данных. В данном случае для этого типа отчетности, для такого типа задач это неуместно. Второй момент, где как раз избыточность данных практически уместна, это аналитический отчет. К сожалению, здесь, наверное, мелковато, ни черта не видно. Но, по сути дела, это классическая таблица, в которой вы отражаете параметры процесса. Можете использовать сравнительные метрики. Ну и опять же здесь плюс-минус можно говорить о избыточности данных. Этот отчет служит для как раз построения гипотез и оценки ваших изменений в прошлом. То есть это задача принятия решений. Вернее, это, скажем так, подготовительный этап для принятия решений. Третий вид отчетности, который мы используем, который можно придумать, скажем так, это, условно назову их, источники данных. Это некоторая песочница для ваших пользователей, в которой они могут накидывать кучу всего, строить какие-то свои запросы, получать какие-то свои сложные или простые отчеты. Когда она используется? Когда у вас есть неопределенность с процессами. То есть, например, процесс продаж меняется довольно быстро. В нашей компании за 3-4 месяца может произойти полная смена техники продаж и, соответственно, оценить ее качество. Каждый раз делать отчет может быть не очень удобно. Каждый раз делать выгрузку тоже выгрузка. Саппорт может быть перегружен, и выгрузка не успеет вовремя прийти к руководству. Поэтому мы сделали вот такую штуку. Это построитель очереди, построитель запроса, конструктор такой для пользователей, которым они могут баловаться, экспериментировать с данными. Это тот случай, когда избыточность данных – это классно. Здесь используется куча метрик разных процессов, и чем их больше, тем лучше. Есть один нюанс. Этот инструмент критичен к нагрузке. То есть, если у вас слишком много пользователей имеют к нему доступ, то он может просто обвалиться. Ну и опять же, эти люди должны иметь достаточно квалификации, чтобы понимать, что они делают. Скорее всего, это будут пользователи из аналитических отделов. Или маркетинговых, или финансовых. Прошу прощения. Что можно сделать еще для того, чтобы жизнь и работа над отчетностью была проще и удобней? Пару лайфхаков от нашей команды. Если у нас приходит запрос какой-то на выгрузку, то мы ждем, пока он придет в третий раз. Правило простое. Если один раз – это случайность, второй раз – это закономерность, то третий раз – это система. Скорее всего, действительно, эта выгрузка будет полезна нашим пользователям, и есть смысл потратить время и силы на ее автоматизацию. Примерно такое же правило действует применительно к каким-то крупным аналитическим отчетам, которые я показывала. Два года – это такая эмпирическая величина, изменение каких-то более-менее крупных бизнес-процессов. В ваших компаниях она может быть больше, меньше. Все хотят знать статистику использования наших продуктов, мы тоже. Поэтому к нашим отчетам мы прикручиваем логи запусков и логи параметров, с которыми запускаются отчеты, для того, чтобы понимать, действительно ли пользователям это нужно. Может быть, что-то надо монернизировать, может быть, нужно убрать эти отчеты и заменить их чем-то более полезным. Гибкие выгрузки – это как раз про источники данных. То есть это некая песочница для экспериментов, где пользователи могут перекидывать метрики, как им удобно. И у нас действует такой подход от отчетов к инструментам. То есть это, по сути дела, про обратную эволюцию от источников данных через аналитические отчеты к панели индикаторов. То есть когда у вас процессы со временем устаканятся и станет точно понятно, какие метрики их характеризуют, вы можете уже создать такой краткий лаконичный дашборд, который будет показывать плюс или минус, и который позволит быстро реагировать на какие-то изменения вашим пользователям. В нашей компании есть команда, которая проектирует отчетность в момент проектирования фичи. Это очень удобный подход, потому что, возможно, здесь есть какая-то неопределенность, чтобы такие метрики собрать или другие, но какой-то минимальный набор всегда понятен. Что мы хотим от этой фичи? Как мы поймем, что она у нас взлетела или нет? Это полезно, потому что в дальнейшем, когда фича уже выпущена на продакшн, у вас может случиться ситуация, что собрать метрики невозможно. Просто никак не вкорячить уже в продукт сбор этих метрок. И, соответственно, когда к вам приходит какой-то бизнес-заказчик из топов, вы опять же готовы дать ему отчетность, которая имеет какую-то историю, а не просто за пару дней накоплено. Такие лайфхаки использует наша команда. Буду рада, если поделитесь какими-то своими другими. В заключение хочу сказать, что тема доклада звучит, как высоко сижу, далеко гляжу. И это про то, что отчетность – это возможность для пользователей посмотреть на процессы немножко сверху. И чем качественнее отчетность, чем выше точка зрения вашего заказчика, тем прозволивее его взгляд, тем полезнее ваши инструменты, которые вы разрабатываете. Спасибо вам за внимание, ваши вопросы. Как вы измеряете, насколько популярен, и насколько востребован и полезен был тот отчет, который вы разработали? У нас есть отчет по отчетам. Какие метрики? Метрики очень простые. Количество запусков и конкретные параметры, с которыми запускаются. Количество запусков абсолютное, количество запусков в конкретных отделах и просто по конкретным пользователям. Ну окей, то есть количество 100 раз для 100 пользователей. А пользу как оценить? 100 раз в какой период времени? 100 раз в год, 100 раз в месяц? В зависимости от того, какой отчет. То есть какие-то цифры. Это очень просто. Как оценить именно? То есть какая метрика говорит о том, что вот эта цифра хорошая или плохая? Как раз о тех нормативах, которые вы на одном из слайда говорили. Да, я поняла вопрос. Здесь, в общем, наверное, все довольно просто. Во-первых, мы изначально проектируем отчет под какую-то задачу. Мы, в принципе, понимаем, сколько раз в день он будет запускаться. И вообще раз в день или раз в месяц или раз в полгода. Мы это сразу понимаем. А когда мы с фактом получаем статистику использования, мы сравниваем с тем, что мы ожидали. Если мы ожидали, что этот отчет будет запускаться полутора тысячами пользователей, менеджерами по продаж каждый день, соответственно, умножить на 30, и мы видим, что статистика соответствует этому ожиданию, ну значит окей, наш отчет удался. Если это статистика порядками меньше, чем то, что мы ожидали, либо мы неправильно ожидали, либо отчетность действительно не работает. И в таких случаях мы идем к тем пользователям, которые используют наиболее активно отчеты, спрашиваем, что вам нравится, почему вы используете эти отчеты. И, соответственно, тем, которые… Ну просто выбираем минимум, максимум по пользователям, кто больше, кто меньше использует. И тем, кто не использует вообще, почему не используете, если они предполагались как пользователи отчета. Спасибо. Извините, я предупрежу, у нас осталось очень мало времени до следующего доклада, поэтому я предлагаю ограничиться буквально парой-тройкой вопросов, и дальше можно продолжить обсуждение в Баркэмпе. Да. Это выход. Спасибо, Александра. У меня такой вопрос. Почему все-таки не дать пользователям, ну, не сделать им некий удобный интерфейс и не дать им полностью конструктор, где они сами будут отчеты себе клепать, какие им надо по показателям. Я понимаю, данные все равно у вас все есть. Почему не отдать отчеты полностью, формирование отчетов на пользователей? Тем более у вас, я так поняла, есть такая возможность, вы делаете вот этот гибкий, песочница, по-моему, назвали, насколько я помню. Я назвала ее по-сущности. Почему полностью не отдать им? Потому что вот, минус. Потому что эти инструменты, они критичны к нагрузке. Это первое. То есть у вас не все пользователи, в принципе, способны создать отчет. То есть у них не у всех логический, работает мышление настолько, чтобы понимать, мне надо по таким условиям такую выборку, и из нее взять вот такие свойства, вот таких объектов. Это, в принципе, доступно не всем. Во-первых. А во-вторых, критично то, что ваши менеджеры по продажам, они, как я и сказала, уже постоянно в полях, они не будут сидеть, конструировать запросы. Они будут пользоваться тем, что у них вот на ладоннике в CRM-ке. Вот у них сделка, вот у них плюс или минус, вот у них контакт, ага, звонок, все, поехали. Ну, а высокую нагрузку можно решить? Ну, точно, это такой технический вопрос, по-моему, решаемый. Ну, в принципе, да, технически, конечно, это решаемо. Здесь скорее вопрос в том, что какие бы ресурсы вы не задействовали, всегда найдется тот, кто создаст такой запрос, что он у вас все повесит. Поэтому, как бы, не вариант. Жалко. У нас получилось. У вас получилось? Здорово. Расскажите, как это получается. Возможно, ну, как бы, я еще дополню то, что, возможно, просто у вас больше пользователей подготовлены к подобным инструментам. У нас пока привыкли готовеньким пользоваться. Ага, там был вопрос. Александр, спасибо большое за доклад. Вот развивая вопрос коллег, вот там спросили по поводу метрик, как вы считаете количество входов, а считаете ли вы какие-то выгоды, которые в денежном выражении, которые вы планируете достигнуть, реализовывая тот или иной отчет? Вы же все-таки не для того, чтобы заходили. Мы попробовали вот на этом отчете сделать подобный расчет, просто до этого в компании как-то так не подходили к отчетности. Это сложно, потому что сложно оценить, что тебе дает отчет. Я скажу просто, что мы не пробовали. Конкретный кейс получился вот единственный раз. И, ну, не знаю, сохранится эта практика дальше или нет, потому что для этого раза нам понадобился человек, который очень глубоко в теме. Это был просто бывший менеджер по продажам, который перешел в наше подразделение и рассказал, как это реально работает. Чаще всего вам, наверное, не удастся так глубоко вникнуть в процесс, так собрать требования, чтобы точно оценить денежную выгоду. Спасибо. Александра, можете поподробнее рассказать? Техника трех гвоздей, это, конечно, великолепно, что как только три раза пришло, делаем отчет. А делаете ли вы выгрузки, то есть без доведения до отчета, то есть без жесткой, делаете ли вы срочные выгрузки, и насколько большая нагрузка на, там, не знаю, отдел, департамент, вот что у вас по автоматизации отчетности, и как вы конфликты решаете, там, очередь у вас, вот про процесс от бизнеса до конечного отчета или срочные выгрузки. Ну, если говорить конкретно о выгрузке, то мы решаем, да, мы делаем срочные выгрузки, мы делаем выгрузки по запросу, этим занимаются, ну, точнее, как сказать, мы, я говорю, мы, имея в виду департамент IT, на самом деле этим занимается конкретно та часть, которую мы называем support. То есть люди там достаточно квалифицированные, они могут записать SQL-запросы и выгрузить из базы то, что нужно пользователю. Вот, но они тоже люди, и у них поток, как бы, обращений большой, поэтому, когда они сильно, простите, задалбливаются, тогда мы уже подключаемся, как отдел разработки, и автоматизируем этот процесс. Когда к нам приходит заказчик, который пользуется этой выгрузкой, и говорит, а мне еще, пожалуйста, там, вот это, вот это, вот это, а еще, чтобы параметры были вот разные, вот тогда рождается отчет. Ну, соответственно, опять же, я валидирую эти требования, что вы действительно будете так это использовать, да, то есть ваши use case и так далее. Вот, этот процесс вот такой. Нагрузка на наш отдел, она на самом деле достаточно велика, потому что, несмотря на то, что мы находимся в структуре, занимающейся внутренними продуктами исключительно для отделов коммерции, отделов продаж, мы являемся агрегаторами данных всей компании. То есть мы работаем и на отделы маркетинга, и на финансовые, и на продажи. То есть у нас очень много задач. Это правда. Грустный вздох – это, видимо, знакомая боль. Раньше все было как-то просто. Есть задачи. Ну, пинают нас, мы делаем. Нет задачи – нет задачи. На текущий момент мы пришли к некой смеси жесткого планирования и свободной итерации последовательных. У нас существует квартальное планирование, в которое мы укладываем наши задачи. Иначе у нас получается совершенно неконтролируемый поток. Ну, наверное, да, ничего нового. Спасибо еще раз. Ой, я даже не знаю, все вопросы такие интересные, все такие милые. Давайте я, наверное, как экономист, как человек, которому деньги – это прям очень важно. Да, человеку, который спросил про денежную оценку учета. Спасибо вам за вопрос. Надеюсь, было полезно. Я напомню, что у вас в раздатке есть стикеры, и вы можете выразить свое мнение по поводу того иного выступления, наклеив стикер на плакат перед входом. Спасибо. Спасибо.